Меня вдохновляет любовь. Это в первую очередь любовь к любимому делу, любовь к своей семье. Ну и, конечно же, я кайфую от этого дела, которым я занимаюсь. Это самое главное. То, что в своем возрасте я могу позволить себе выехать на соревнования после определенных травм, после определенного спортивного жизни пути, это уже кайф и это уже здорово на самом деле. И я очень себе благодарен за это, за то, что я смог себе это позволить. Страшно. Всегда страшно. Человек без страха – это уже не человек. Страшно всегда. Каждое соревнование – это такая война небольшая. Нужно найти себе там противника, нужно врага найти, с которым нужно повоевать, нужно вот это пережить. И мы вот себе позволяем это такой вот сжатой модели, и это очень здорово на самом деле. И ты переживаешь некоторые эмоции, заряжаешься этим, и можешь идти дальше жить и каких-то успехов добиваться уже в жизни. Это очень круто на самом деле. Соревнование – это очень здорово. И это действительно… Когда я был спортсменом, я не понимал, что соревнование – это праздник. Это праздник. Реально. Это действительно праздник. Нет, я не смотрел. Все-таки. Нет, честно. Можем сейчас открыть. Не смотрел все. Ну, я не знаю, ну какая мне разница, что я не выйду, что ли? Если это будет крутой чувак, я буду с ним бороться в два раза с удовольствием большим, потому что тогда я научусь чему-то новому, даже если я проиграю. На самом деле, в связи с ограничениями, которые сейчас введены в Москве, конечно, зрители не допускают. И я думаю, что они бы с удовольствием, они хотели посидеть на трибунах здесь, но, к сожалению, такой возможности у них сейчас нет. Они, конечно, будут сидеть там в номере или где-то гулять и переживать. И мысленно будут со мной. Я думаю, что я буду в любом случае чувствовать их поддержку. На мой взгляд, это несколько особенностей. Первое. Люди, которые борются, например, в Европе, они больше внимания уделяют на технику. У нас БЖЖ здесь начало развиваться через людей, которые уже занимались другими, либо смежными, либо какими-то похожими видоспортами, то есть с элементами, да, там партера и так далее. Поэтому те люди, которые моего Мастер-2, ну, я не хочу обижать, конечно, никого, но борются, как в последний раз. Это всегда схватки, как в последний раз, на самом деле. И вот это отличает, то есть больше работа именно на физическую составляющую, да, у нас преобладает. И, конечно, ну, встречаются, конечно, откровенные трактора, но я думаю, что вот, ну да, когда человек возит как трактор, только вперед, ни шага назад. Вот, вот это, мне главное, кажется, отличие. Но сейчас все меняется. На самом деле уже очень здорово, что появляются люди, которые уже воспитаны на этом. Они уже являются изначально, и в голове у них уже вложена изначально вот эта борьба, борьба бразильская именно джиу-джитсу. И это очень круто, и я считаю, что вот благодаря этой базе можно уже поставить что-то другое, и на нее что-то новое, новое, новое накрутить. И, ну, добиваться успеха, может быть, в каких-то там шоу-программах, типа «Боев без правил» или каких-то там. А почему нет? Если у человека координация хорошая, почему нет? Можно и там добиться. И танцы на льду, почему нет? Вот здесь мы присутствуем, у нас здесь соревнования в одном зале «Больные танцы», а в другом – «БЖЖ». Вот не знаешь, куда пойти. Продолжение следует...